Бригада У на Европе Плюс Никита, 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 заходи, присаживайся Идет, а плывет Привет, Никита Доброе утро, привет, привет Никит, добро пожаловать Как тебе вообще утро, как часть суток? Часто ты бываешь утром на ногах уже или обычно позже просыпаешься? Нет, вообще обычно я встаю всегда рано, потому что приходится вставать в институт, на учебу ездить А ты учусь в меди, да, по-моему? Да, я учусь в Евдокимово, в третьем медицинском университете Никит, давай сразу по порядку Есть ощущение, что не все в этом мире знают, что такое стандрайдинг Чемпионом чего ты стал в России аж два раза? Я стал двухратным чемпионом России по стандрайдингу Что такое стандрайдинг? Это трюковая езда на мотоцикле, некое фигурное катание, можно даже так сказать О, красивое сравнение Да, проезды на заднем колесе, на переднем колесе, различные дрифты, бернауты и, ну, часть акробатики Очень прикольно, но я смотрю, что у тебя есть такой некий баланс, получается, есть и экстрим, и есть серьезная учеба Ну да, стараюсь совмещать То есть семья должна, по идее, быть довольна, что ты вроде как бы не совсем ушел в спорт Да, нет, мне кажется, это баланс Это соглашение было? Да, это было соглашение, так Скажи, скажи, это было соглашение? Родители, у меня есть в жизни мотоцикл, ну давайте, будет еще и медицина Как вообще ты совмещаешь, что думают твои сокурсники или преподаватели? Знают они, чем ты занимаешься после учебы? Нет, преподаватели точно не знают, но я особо и не хотел бы об этом рассказывать Поэтому пришел сюда Я надеюсь, они сейчас не слушают Никит, поэтому ты в кепке Вообще к слушанию Вот, ну а вообще с детства у меня всегда была тяга к спорту, нежели чем к учебе Но учебу я не пропускал, старался совмещать, чтобы как бы быть в балансе, можно так сказать Ну вообще, мне кажется, познания о медицине, они важны в экстремальных видах спорта Да Ну то есть, все может произойти на чемпионатах Скажи, во сколько ты пришел в стандрайдинг? Из чего вообще начинается? Просто по мне, вот мотоцикл для стандрайдинга, это прям гоночный байк Какая-то игрушка для взрослых Игрушка для взрослых, как туда попасть подростку? Во сколько ты начал вообще свой путь? Смотрите, я вообще впервые сел на мотоцикл в 6 лет В 6 лет? Да Кто тебя посадил в 6 лет? Ну отец, у меня с детства была какая-то тяга к всему, что работает на двигателе внутреннего сгорания Вот, то есть это там начиная с газонокосилки той же и заканчивая... Тоже отец посадил 6 лет, он выбрал несколько И заканчивая там мотоциклами, автомобилями и различными спортивными... Ну, всякими спортивными агрегатами Да, можно и так сказать Вот, мой путь в стандрайдинг начался не сразу Я начал заниматься картингом То есть у меня была детская мечта Я смотрел гонки Формулы-1 и думал, что я буду точно таким же гонщиком Вот, но, к сожалению, вот такая небольшая детская мечта разрушилась Даже можно и так сказать Пришлось ездить на сборы в Европу, пришлось ездить И поэтому, то есть это все очень-очень дорого, я вам скажу И на тот момент, да, к сожалению, не было возможности Вот, поэтому гонщиком Формулы-1 я не стал Поэтому вот учусь сейчас в медицинском, занимаюсь стандрайдингом А каким образом Никита Пресижнюк сменил четырехколесный транспорт на двухколесный Мы узнаем совсем скоро здесь, в Бригаде Уны Европе Плюс Бригада Иммортал, это Люфтхаус, Бригаде Уны Европе Плюс, 9.11 в Москве У нас сегодня в гостях двукратный чемпион России по стандрайдингу Никита Пресижнюк Никита, еще раз доброе утро Привет, привет Всем привет А вот ты сказал уже, что обычно просыпаешься утром А утром это во сколько? Ну, где-то часов в 6.30, в 7 утра А, в 6.30, в 7, это нормально, да Подождите, а, ну у тебя же еще учеба Да А в первую смену? Да Ну, мне кажется, в медиа учатся все смены За скольки учеба обычно? Ну, по-разному, иногда бывает вообще одна пара и могу в 12 освободиться Иногда могу до 6 вечера посидеть в институте А ты на учебу приезжаешь на байке? Нет, к сожалению, нет Я пообещал своим родителям то, что я не буду кататься на мотоцикле в городе Вот это да Ну, да, несмотря на то, как я себя прекрасно чувствую на мотоцикле И какой у меня стаж вождения Я не катаюсь в городе По простой причине это небезопасно Не все в городе зависит от меня Поэтому я предпочитаю передвигаться на автомобиле Вот, кстати Удивительно такое слышать, да? Ты чемпиона Ну, кстати, это частенько, когда и мы болтали с гонщиками Формулы-1 Вот люди, которые связаны со спортом, со скоростным спортом В обычной жизни вообще не торопятся никуда Они даже иногда машины специально выбирают такие суперкомфортные, семейные Ну, давай так, Фиат, например Ну, да, да, да Слушай, мы выяснили, что тебя впервые посадил на мотоцикл отец Да Ну, понятно, как бы, мужское братство Отец, сын, вот это все Мать, как отреагировала? Мама поначалу очень сильно переживала Но она видела, что мне это нравится и тоже меня поддерживала Молодец, мама Как мама зовут? Наталья Наталья, молодец Мама, привет Наташенька, доброе утро А, уже так? Ну, конечно, мы уже родные люди практически Ну, в целом, да Скажи, твой спорт связан с мотоциклами, с большими скоростями Хотя вот по поводу скорости А, кстати, действительно, какая скорость там? У вас же больше не про скорость, а про трюки Да, больше не про скорость, у нас больше про баланс Я бы даже так сказал, про контроль над байком Поэтому скорости у нас не такие большие Наверное, максимум до 40 км в час, до 50 Ну, кто-то может на стопе Стопе это такой трюк Прокат на переднем колесе То есть вы разгоняетесь и передним тормозом Дормозите, байк поднимается на переднее колесо И, соответственно, прокат Вот, ну, небольшие скорости Больше, наверное, про точность и баланс Прикольно А, да, говори-говори Ну, я хотел спросить по поводу площадки Где проходит турнир? Это какая-то асфальтированная зона? Или как вообще проходят чемпионаты по стандартам? И какое идеальное покрытие должно быть? Это должен быть асфальт или что? Это должен быть асфальт без разметки, без стыков Идеально ровный асфальт И желательно не с крупной крошкой Иначе крупная крошка очень-очень быстро лишит тебя заднего колеса Потому что расход покрышек действительно большой Это, кстати, тоже дорого, да? Ну, ну да А сколько запасных колес в гараже у Никиты Присижнюка узнаем чуть позже Здесь, на Европе Плюс Салфиш, это Джарсон Тимберлейк в бригаде УНО Европе Плюс 9.17 в Москве У нас сегодня в гостях Никита Присижнюк Двукратный чемпион России по стандрайдингу Никит, ну, я так полагаю, твой вид спорта подразумевает теплое время года? Да, однозначно Но есть ребята, которые очень сильно хотят тренироваться зимой Они берут и шипуют резину И термобелье надевают много Да, термобелье Шипуют резину на байке, чтобы исполнять трюки стандрайдинга? Конечно А ты так делаешь? Ну, редко Но были пару видосов, когда я так делал Просто мама слушает, она не должна знать Я не, я так не делаю никогда Никит, ты куда? Ничего А зачем шипов столько взял? Ну, собственно, за кулисами я спросила у Никиты В итоге, какой идеальный возраст? И, как я понимаю, в этом спорте нет идеального возраста Вот когда захочешь, тогда иди Да Но чем раньше, тем лучше Да Что еще есть не идеального, а что есть идеального В стандрайдинге узнаем совсем скоро У нас в гостях Никита Присижнюк Травлэдаплайт фаселитис в Бригадюне Европе плюс 9.23 в Москве Мы продолжаем беседу с нашим гостем Это Никита Присижнюк, двукратный чемпион России по стандрайдингу Никита, еще раз доброе утро Никит, привет Привет, привет Ну, стандрайдинг, как мы выяснили, это экстремальная езда на мотоцикле Или как вот обозначить? Фигурная, наверное, да? Фигурное катание на байке Ну вот да, мне кажется, да Вообще, мне кажется, любое катание на байке, оно экстремальное В целом, для меня вообще даже велосипед двуколесный уже И надо просто посидеть, знаешь, на байке, чтобы сфоткаться, тоже экстремально И я понимаю, что, возможно, не все те, кто имеют отношение к вождению Сейчас абсолютно быстро включатся в нашу беседу Но за эфиром я выяснил, как шипуют зимнюю, условно, резину на байках, чтобы покататься зимой, по стандрайдить Я-то подумал, что, например, выпал снежок, и зашиповали резину, и там где-нибудь на какой-нибудь парковке условно это все делается Нет, оказывается, зимой выезжает прямо на замерзшее озеро Да И как происходит вот этот процесс шиповки резины? Отдается колесо, оно полностью просверливается специальными саморезами из металла, который не стачивается То есть это не те шипы, которые обычно на автомобильной резине? Они более такие твердые, ну, как бы, грубо говоря Гвозди сотки, вот такие вот Можно сказать почти, что гвозди, то есть они где-то шипы, наверное, сантиметра полтора Вот так вот О-о-о Вау Ну, есть люди, которым этим не очень хочется заниматься Они арендуют ангары зимой И, соответственно, катаются точно так же, как и летом Никит, что делаешь ты? Я предпочитаю кататься в ангаре, но если нужно поснимать красивые видеоролики, приходится выезжать на озеро А как часто ты снимаешь красивые видеоролики? Есть у тебя какая-то частота съемок? Вообще нету, то есть вот как только время освобождается, есть возможность покататься, поснимать видео То я с радостью их снимаю А ты эксплуатируешь какую-то профессиональную команду съемочную или твои друзья? Есть же, может быть, друг, ну, Вань, ну помоги, ну пожалуйста Но вообще нет, все гораздо проще и снимаем на телефоны, благо они у нас у всех хорошие камеры позволяют Ну, то есть все друг к другу Никит, скажи, а стандрайдинг это мужской вид спорта? Есть у вас девчонки? Есть девчонка, это Дарья, бесстрашная девочка, катается вместе с нами, ездит на этапы, на шоу В общем, она большая молодец, да, то есть это не только мужское увлечение, есть и девочки, которые поддерживают этот спорт И им это очень нравится И, ну, судя по тому, что ты назвал только Дашу, вряд ли есть отдельная женская лига, да? Которая побеждает всегда только Даша То есть она в соревнованиях... Тоже с мальчиком бьется? Да Вау, Даша, привет тебе передаем, то, что молодец, ты умничка Что еще происходит в закулисной кухне стандрайдинга узнаем совсем скоро, у нас в гостях Никита Присижнюк Бригада Половина десятого в Москве, пришло время гороскопа, 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 гороскопа На 17 мая, на пятницу Это вам всем показалось Гороскоп на пятницу Итак, умны, начинайте новые проекты и меняйте подход к старым делам А читаем его вместе с нашим гостем, Никита, продолжай Тельцы, вы хорошо зарекомендуете себя в глазах руководства? Никита, кстати, телец, да У тебя есть руководство? Нет Я сам себе шеф Вики, близнецы, благоприятный день для общения с партнерами Раки, ваше обаяние, сегодня они останутся незамечены Львы, придется решать несколько задач сразу, это заставит понервничать Девы, нам нужно выдержаться от посещения многолюдных мероприятий и шумных вечеринок В весы неожиданно появится много дел Каждый из которых будет требовать внимания Скорпионы, больших побед ждать не стоит, но день пройдет хорошо Стрельцы, сегодня лучше не стоит обращаться в государственные учреждения Козероги, ваши труды окажутся не напрасными, но не ждите быстрых результатов Водолеи, отпустите ситуацию, стоит посмотреть на нее со стороны Ну и рыбы, сегодня стоит воздержаться от принятия серьезных решений Они гудят Россию Европа плюс Бригада Никит, а я вот тут подумал, ты же в свое время, когда только начал заниматься тантрайдингом, стал самым молодым в этой дисциплине в истории России Ну да Это сколько тебе было тогда лет? Ой, ну прям, наверное, профессиональная карьера у меня началась лет с восьми Я думаю, что скажешь, в семнадцати Лет с восьми Что ты делал в восемь лет, Вэл? Я песок ел Как правило Да и в семнадцать, у меня там не сильное было отличие Подожди, в семь лет, в восемь лет Восемь Ну да А у тебя был какой-то другой байк, стандрайдерский? Да, да, да Вряд ли же там, они не изменяются с возрастом У меня вообще все начиналось с велосипеда, потом у меня появился электрический мотик, такой небольшой, не особо мощный Я изучал на нем акробатические элементы, в основном, мощности не позволяло что-то более серьезное делать Вот, потом у меня была Honda 50-кубовая, ее уже можно было поднимать на заднее колесо У меня там уже прям... Ты помнишь свой первый раз, когда ты на заднем колесе? Конечно помню, этого не забыть, я тогда упал Так что, ребята, я вам советую экипировкой все-таки пользоваться Если кто-то вдруг захочет это повторить, это очень важно Я вообще амбассадор безопасности, шлем на рукавнике, желательно вот этот шар огромный, который тебя окружает Вы всегда так на работу приходите А скажи, ты был звездой в школе, наверное, да? Ну, не сказал бы, я вообще не особо люблю, знаете, вот как-то в компании хвастаться своими достижениями Если речь за это заходит, мне несложно об этом рассказать, но так я стараюсь как-то... Ты знаешь, мне кажется, для школы не обязательно даже, если ты делаешь трюки У тебя есть мопед, мотоцикл, все что угодно есть, уже хорошо Но, как правило, все равно знали все То есть, как бы не вытаивал, в соцсети там выкладывал разные видео, фотографии Особенный респект был от учителя физкультуры У меня с ним были классные отношения Круто Не, не просила, но дашь погонять? Никита, как без рук А, скромняга Никита Презижнюк, с которым мы, кстати, скоро будем разыгрывать сейф Да, если хотите ворваться в сейф и выиграть приятную такую сумму денег, звоните 745-6565, код Москвы 495 В сейфе бригаду 17 тысяч рублей 942 в Москве сейф бригадю на Европе Плюс начинается в сейфе сегодня 17 тысяч рублей И кто попытается взломать сейф и забрать эти деньги, давайте узнаем Алло, привет Алло, да, здравствуйте Привет, как тебя зовут? Мария Мария, ты откуда? Я из города Ставрополь Привет, Маша, привет, Ставрополь Давненько мы не были в Ставрополе, да, Вики? Маша, знакомься, это наш гость Никита Презижнюк, чемпион по стандрайдингу, между прочим Привет, привет Очень приятно, здравствуйте Маша, у нас есть три вопроса, три варианта ответа каждому Справишься, деньги твои Ты готова? Угу Готова Удачи, начали Первая цифра Машуль, сегодня день солнцезащитных очков И если ты слушал вчерашний эфир и вчерашний фактовый зал, то легко ответишь на мой вопрос Я рассказывала, что первые темночки появились в Китае И использовали их не для прогулок на солнышке, а для кое-чего Использовали представители одной профессии и специально для того, чтобы плохо считывали их эмоции О, я знаю Кто же это? Я слушал фактовый зал Кто же это? Это продавцы шелка, это судьи или банковские сотрудники? Банковские сотрудники, то есть быть Банковские сотрудники, третий вариант принято Вторая цифра Маша, следующий вопрос задаст наш гость Никита Никита, давай Мой вопрос В стандрайдинге есть такой термин Дублер Правда, в отличие от кинематографа, наш дублер это не человек, который выполняет трюки, а техническая особенность мотоцикла Что называют дублером в стандрайдинге? Первый вариант ответа, это задний тормоз на руле Второй вариант ответа, третий колесо для устойчивости во время выполнения трюков И третий, дополнительный стартер Дополнительный стартер, пусть будет Вариант три, принято? Принято Третья цифра Маш, сегодня отвечает день грецкого ореха И тут вот что удивительно В состав одного очень известного лекарства В том числе входит скорлупа грецкого ореха Вот скажи, что это за лекарство Аспирин Парацетамол Активированный уголь Маш Куда поскакала? Ну пусть будет аспирин Вариант один, аспирин Принято Итак, Маша из Ставрополя подобрала такой куда-то сейфа Три-три-один на кону Семнадцать тысяч рублей Внимание Да что ж такое, Маш? Маш, ну давай разбираться У меня была ошибочка На самом деле судьи в Китае начали использовать темные очки Чтобы специально никто не смотрел им в глаза И не понимал, что они думают Ааа, Никит, что у тебя? А у меня... Который приходит в голову, она правильная Да А у меня правильным ответом был задний тормоз на руле Он позволяет контролировать баланс мотоцикла на заднем колесе Маш, здесь тоже первая мысль была другая или нет? Здесь да Ну и добью я тебя, Машенька У меня правильный ответ Активированный уголь Три раза нет удар! Поздравляем, Маш, великолепный результат Спасибо Звони еще нам обязательно Вот ради этой улыбки Хорошо Мы и радовались Ставрополю передавай привет, счастливо Пока! Пока-пока Пока-пока Ну а в понедельник в сейфе Брикаду 20 тысяч рублей Thunder in my heart again Это Мэк Брикадю на Европе Плюс 9.49 в Москве Никит Да Мотоциклы громкие? Громкие И во время проезда вряд ли можно послушать музыку Да? В любом случае перебивает этот звук Ну вообще да А на тренировках? Вообще, есть время слушать музыку? Если есть, когда ты ее слушаешь? Где? Я слушаю музыку точно не во время тренировок Потому что мне нужно чувствовать обороты мотоцикла Но я очень люблю в свободное время послушать музыку Расслабиться, например, в дороге Вот мы совсем скоро и расслабимся Хоть мы еще и не в дороге Послушаем, что у нашего гостя в телефоне Впереди саундчек в Брикаде У на Европе Плюс 9.57 в Москве Саундчек в Брикаде У на Европе Плюс Начинается У нас осталось буквально несколько минут Чтобы выяснить, что слушает двукратный чемпион России по стандрайтингу Никита Присижнюк Никит Да Я вообще сам по себе меломан и различные песни слушаю Но вот предпочтение у меня это Маккан Да, кстати, а вот скажу, он вдохновляет тебя на трюки нового? Потому что Анна Фролкина из Телеграма спросила Как раз таки про музыку Именно на трюки, наверное, нет Он вдохновляет меня просто жить и развиваться Красиво, красиво Давай послушаем Подо мной М5 Асфальт 8 Более того, я знаю, что вы даже на одном мероприятии вместе выступали Да, я ходил на его концерты Очень И вот недавно было мероприятие в Лужниках И позвали Макана и сказали то, что он будет петь под твой блок и ты будешь катать Это, наверное, один из самых лучших дней в моей жизни был О, так мне было классно Макан же наверняка Что? Присижнёк будет выступать передо мной под мою песню Ну и у нас ещё осталось немножко времени, чтобы какой-нибудь финальный трек послушать Чтобы красиво завершить эфир Есть что-нибудь? Я думаю, можно побаловать наших слушателей И открыть такую небольшую тайну о себе У меня есть свой собственный трек, который я записал ещё будучи очень-очень молодым Ещё там такой детский голос Вот, песня про мотоспорт Вау Внимание, премьера Дай мне Дай мне Привет, города Это я, Никита Руки на руле Лицо шлемом скрыто Мне не много лет Но много целей Я коллекционер удивлённых зрителей Я живу в России Крайм возможности и стиля Силы, духа, воли Мне ещё и крылья Я бы точно успевал бы делать больше ветра Я бы раскачал всех От окраины до центра Делать вместе Выжимать не сто, а двести Делать честь И теперь лишь выбирать тропинку Слушайте, ну, мне кажется, только что мы нашли новый гимн стандрайзинга в России Кстати, песня реально очень крутая Очень крутые слова, ты молодец Спасибо большое Никит, спасибо, что провёл этот пятничный час вместе с нами Приходи в гости, мы всегда ждём Обязательно Йоу, спасибо большое Классных выходных, ребят, и вам всем чудесного уикенда Прощаемся до понедельника Был Вики Бригаду и Пропоплю счастливо Пока Пока-пока Европа Плюс Радио номер один в России Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова